При этом последовательный метод, скорее всего, как мы видим на графике, носит больше теоретический характер. Потому что он заключается в том, чтобы мы, например, сначала построили объект номер 1 полностью, потом построили объект номер 2 тоже полностью, только потом перешли к дому номер 3 и все это завершили строительством дома номер 4. При этом мы имеем в итоге график движения ресурсов, который, скорее всего, будет не очень таким насыщенным, потому что в один какой-то единый момент времени ресурсов будет немного относительно того, сколько бы их было, если бы мы вздумали совмещать эти объекты по времени. Но мы видим, что очень много простоев возникает бригад, бригада приехала на первый объект, поработала, уехала. Куда-то потом, видимо, возвращается только после того, как первый дом построен, чтобы поработать на втором доме. То есть, что мы получаем? Времени тратится много, ресурсы простаивают, по крайней мере, на этом объекте, или они должны куда-то туда-сюда ездить. Но зато ресурсов не очень много. С стороны можно и по-другому поступить. Можно последовательным методом посчитать такой метод, когда виды работы выполняются последовательно. То есть, сначала вид работ А, то есть нулевой цикл, бригада отработала на всех четырех объектах. Затем она уехала, чем больше не вернется, приезжает на эти дома бригадой вид работ В, то есть надземная часть. Она последовательно отработала, потом вид работ В, потом вид работ Г. Это тоже последовательный метод, только все наоборот. В этом случае проставить будет объект, а не бригада. То есть, конечный продукт будет опускаться очень долго по времени. Но зато бригада будет работать беспростойно. Продолжительность общего строительства будет максимальной, а график движения ресурсов будет, в принципе, таким же. Но тут я считаю, конечно, что количество человек в бригадах одинаково, что, конечно же, очень условно. Но даже если мы подумаем, что это не так и какое-то разное количество человек в бригаде возьмем, все равно график ресурсов будет небольшим по своим пиковым значениям. То есть, это метод, еще раз повторю, теоретически. И поэтому, кто его применяет в своих, например, курсовых работах, так, опять же, я был бы благодарен, если бы все бы выключили свои микрофоны, не мешали бы эфиру. Вот. И кто применяет данный метод в своей курсовой работе, тот получает, ну, естественно, ошибку. Есть другая крайность, ну, тут тоже такой третий вариант, немножко, ну, практически то же самое, что и на первом рисунке, только в другом виде изложена картинка по объекту. Ну, поэтому давайте сразу перейдем к другой крайности. Другая крайность называется параллельный метод. Параллельный метод заключается в том, что все объекты строятся параллельно. При этом количество ресурсов у нас максимально. Видимо, нужно много вагончиков, много столовых, много проходных на объект. И получается, что все четыре бригады, например, бригады А, нам нужна не одна бригада, а сразу четыре бригады. Бригады Б нам нужна не одна бригада, а сразу четыре бригады. То есть ресурсов концентрация будет намного больше. Понятно, что такой параллельный метод тоже, наверное, будет считаться крайностью, тоже будет считаться ошибкой в реальных примерах, потому что его применение в таком чистом виде неэффективно, как мы видим. Ну, разве что это обосновывается каким-то очень сжатым сроком строительства. Такое, конечно, бывает, но не в наших с вами курсовых работах. То есть у нас не будет с вами нужного обоснования. Можно, конечно, нарисовать такую картинку, но эта картинка мы ее сразу зачеркнем. Так что имейте в виду, что так рисовать не получится, просто потому что есть... Продолжение следует...